Полет инженерной мысли учеников Новочебоксарского технопарка «Кванториум» оценили на российском уровне. Практическая польза их проектов удивила даже опытных экспертов. Ребята будут защищать честь республики и страны на международном уровне. Здравствуйте! Появляясь в нашей кофейне, перед вами появляется меню. Избоку вы можете перейти по ссылкам на сайт самой кофейни, чтобы узнать о ней побольше. А после вам потребуется пройти на рабочее место бариста. Надев виртуальные очки, можно погрузиться в атмосферу кофейни, дизайн которой подготовила Ульяна Васильева. Евгений Новиков обеспечил техническую сторону вопроса. На разработку приложения по условиям конкурса у них было всего два дня. Ребята справились. Среди 29 команд из разных регионов страны именно их работа признана лучшей. Это приложение VR-тренажер, которое поможет и ресторанным бизнесам в принципе обучать новых сотрудников. Функция баристы. То есть научат, как правильно делать кофе, начиная от помола зерен до капучинатора. Мы знаем, что мы готовы, мы это делали, мы учились, нас обучали. И поэтому мы как-то так все делали без напряга особого. Старались, работали, шли к поставленной цели. То, что мы действительно приехали выигрывать. И мы добились своего. Выполняя конкретное задание, будущие специалисты осваивают профессию намного быстрее. Для ребят участие в подобных проектах – отличная стартовая площадка. По мнению их наставника, изучение программ 3D-моделирования открывает новые горизонты. К примеру, у нас есть ученица Ульяна. Она была приглашена в дизайнерский центр в городе Чебоксарах для прохождения практики на базе вот этого дизайнерского центра. Сейчас вот у нас приходила Ельницкая роща, то есть организация Ельницкая роща, и просили они сделать им проект самой Ельницкой рощи. То есть как она будет выглядеть и как она в будущем могла бы выглядеть. А вот эти любознательные ребята из Energy Quantum по-своему закрыли вопрос, который сегодня беспокоит многих родителей. Они придумали, как отвлечься от гаджетов. Их проект одержал победу в финале всероссийского конкурса «Полёт инженерных идей», который прошёл в Альметьевске. Я думаю, это не столько актуально, потому что вот даже в школах на переменах все сидят в телефонах. Кто-то даже планшет приносит. И на уроки. И мы крепко задумались над этой задачей. Мы подумали, можно же сделать какую-нибудь развивающую игру на обратной стороне чехла телефона, а также для планшетов. Можно на обратной стороне чехла поставить «Морской бой» и другие игры. Например, магнитные шашки. А это краудсорсинговый научный проект. Школьники с наставником собирают почвенные образцы, дают им характеристику. Следующий этап – определение видов бактерий и пробы для использования их в медицине и в быту. Ребята также вошли в число победителей всероссийского конкурса. В начале апреля они поедут представлять республику на международной научной конференции. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика.